Завод железобетонных вырубов в Хонинском районе – одно из наибуйнейших промысловых предприемств. В обладаванной у 70-х годы минулого 100-го года, в условии часы он был переможством областных споборницов и род организаций будовничьего комплекса. На первые дни Чарнобыльской катастрофы тут навод поспели провести модернизацию, замаль двухразовым повеличением вытворчих могутностей. Не просто часы, но дошли после того, как Хонинский район трапил у списка наибольших забрудженных, але и тады предприемства сдолили заховать. Все это тут планируют завершить ящерную модернизацию, причем упор взробили не только на выпуск конкурентно-здольной продукции, але экономию ресурсов. На новой котельной расход газа сниженный на полову, электроэнергии на 80%, плюс заменчение страт непосредственно подчас транспортировки. Новую котельную на Хонинском заводе железобетонных вырубов увели в эксплуатацию уже не в неминулого года. Попереднее, как отпорцовала 45 годов, уже не поведало ни ярким потребованиям, экономия палева и снижение энергозатрат. Без этого на рынку сегодня нияк не утриматься. Сегодня Хонинский завод железобетонных вырубов в Полесском районе, серот лидеров буйнопанельного домобудования, при этом на предприемстве вырошили не обмяжоваться только выпуском панелев. На объекты их привозить в комплекте с вокнами и двярыма. Это дозволяя не только поскорость термина будовництва, але и термать додатковый прибыток. Стеновые панели выходят с завода готовые, с установленными окнами, с сделанными откосами, отшпатлеванные, зачищенные. Остается смонтировать на объект, что требует наименьших затрат. На протягу опошенных трех годов узровень народжальности в Хонинском районе перевышает узровень смяродности, что в свою чергу мая на увазе необходимость будовництва жилья. С этой нагоды на заводе железопетонных вырубов створили неколький бригад, которые занимаются монтажом конструкций непосредственно на объектах. Причем, когда ранее специалисты предприемства узводили домы по заказах инших организаций, то зараз планыют побудовать первую уластную коммерциальную шмат-поверховку с примальными для местовых жахаров ценами. Могчимости новой линии дозволяют выраблять продукцию широкого ассортименту. В основном все объемы идут с Мозырского ДСК. То есть сама линия сделана для Мозырского ДСК. Хотя на этой линии можно выполнять любую продукцию. Единственное, будет просто дополнительная оснастка, надо приобретать и все. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, Талерадо, компания «Гомель», «Сходник».